Какие сумки можно вязать из мотивов? Подборка для вашего вдохновения. В этом видео я собрала для вас самые красивые сумки, которые можно связать из мотивов. Мы рассмотрим разные варианты, от самых простых до сложных, чтобы каждый нашел что-то для себя. Эти проекты вдохновят вас на создание уникальных сумок, которые подчеркнут вашу индивидуальность и станут вашими любимыми аксессуарами. Досмотрите это видео до конца и я расскажу вам, как можно получить каталог с подборкой всех этих сумок из этого видео на свой телефон. Ну а чтобы видео не только вдохновляло, но и было полезным для вас, я разбила его на несколько тем. Я покажу вам разные модели сумок, которые можно связать из мотивов. Расскажу про мотивы, которые идеально подходят для вязания сумок. Ну и конечно поделюсь с вами информацией о пряже, которая лучше всего подходит для таких проектов. Ну а еще мне интересно узнать и про ваш опыт. Напишите в комментариях, какие сумки вам нравится вязать и есть ли у вас опыт вязания сумок именно из мотивов. Будет интересно почитать ваши истории. Я сама очень люблю вязать и носить сумки из разных мотивов. Даже мой самый первый серьезный совместник, который я устраивала, был посвящен именно такой сумке. Меня всегда вдохновляло то, что из одного и того же мотива можно создавать сумки разных форм и размеров. Это как магия, знаете, одна схема, а результат совершенно разный. Особенно я обожаю брать такие сумки в отпуск. Большой шоппер, он идеально подходит для пляжа, ну и маленькая сумочка для прогулок по городу. Для меня сумки из мотивов это идеальный выбор, как для городской жизни, так и для отпуска. Ну и они добавляют свою нотку какой-то индивидуальности и стиля. Ну а если вы хотите научиться вязать из мотивов не только сумки, но и одежду, то приходите ко мне на бесплатный эфир «Как научиться вязать красивую одежду из мотивов». Вам точно будет интересно и полезно. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Но если вы смотрите это видео с телефона, то нажимайте на название этого ролика, и вам откроются все ссылки. Еще, милый, хочу вас предупредить. Чтобы ваша сумка не вытягивалась в процессе носки, важно вязать более плотные мотивы. Даже ажурные мотивы лучше вязать плотно, используя более тонкий крючок. Также выбирайте пряжу, которая не сильно вытягивается, но она должна содержать хлопок, нейлон, может быть, акрил с хлопком. Эти материалы помогут сделать вашу сумку более стабильной и долговечной. Ну а сейчас давайте перейдем к обзору. А, ну перед этим обязательно подпишитесь на мой канал. Здесь много полезного и интересного по вязанию крючком. Ну давайте рассмотрим это многообразие сумок. Начну я, конечно, вам показывать самых простых микросумочек, которые можно носить как на поясе, так и на плече с длинной ручкой, с короткими ручками. Состоят они всего лишь из двух мотивчиков. Мотивы могут быть любыми. Я просто выбрала вам показать цветочные. На самом деле они могут быть абсолютно разные. И обратите внимание, да, здесь вот окантовочка вот так вот связана. Добавляет немножко женственности, такой, может быть, детскости в каких-то моментах. Но в остальном можно провязать просто как обычную косметичку. Просто сделать шов не с этой стороны, а сверху. Тут телефон, часы, очки, что еще можно, все что угодно. Ну, какие-то мелочи. Дальше второй вариант. Это такие сумки-косметички. Здесь уже просто квадратные мотивы. Сейчас я буду показывать вам именно квадратные. Еще хочу сказать, что эти все фотографии я брала с открытых источников интернета. Это не мои работы. Это просто вам для вдохновения я сделала вот такую вот подборку. И здесь я выбрала такие мотивы, которые прямо очень просто вяжутся, соединяются по прямой. Видите, вот этот вот шовчик здесь, и здесь тоже. И здесь вообще соединения могут быть в процессе вязания последнего ряда. Именно вот в этих вот сумочках. Может быть с молнией, с пуговкой, с клапаном. Как захочется, тоже одинаковое количество мотивов спереди, сзади, без всяких подложек и снизу нет ничего. Следующий вариант, это в принципе тоже квадратные мотивы. Их здесь 4 мотива всего лишь. И узор может быть тоже разный. Такой, такой, да, абсолютный. Как хотите, как вы хотите. Цвета тоже выбирайте, какие вам нравятся. И здесь получается вот такой вот интересный мотивчик. Он у меня, кстати, есть, как его провязывать на YouTube-канале у меня, видеоурок. И это простой бабушкин квадрат. То есть они вот в такой форме соединяются между собой. Что интересно, обратите внимание, любая сумка, связанная из мотивов, да вообще из чего угодно, очень хорошо сочетается с кожаными ремешками, со всем кожаным, совсем с деревянными какими-то вставками или еще что-то. Вот поэтому можете обращать на это внимание, имейте в виду. Дальше, что я вам хотела показать, это большие мотивы разной формы, но не такие цветные, да, как, например, до этого я показывала. Вот здесь вот такая вот сумка, это шестиугольные мотивы, которые соединены между собой по бокам, а внизу это четырехугольник, да, квадрат, который тоже соединен. И, скорее всего, эти сумочки связаны из какого-нибудь шнура. Шнур макраме, полиэфирный шнур, шнур без сердечника, очень классно подходит для таких сумок. Также вот такой вариант вот есть, да, когда, например, эти же самые шестиугольники, вот они, плюс шестиугольник внизу, но уже квадрат любой формы спереди. Опять вот такая плетеная ручка кожаная. И здесь, в этом варианте такой сумки, мы можем использовать такую пряжу, как джут, может быть, рафия, поизучайте эту пряжу, она очень хорошо будет смотреться вот в таких вот сумках. Далее у нас, моя любимая тема, моя любимая сумка, можете считать это как сумка-шоппер, проектная сумка, сумка для ваших домашних каких-то, для белья может быть, может быть, для пряжи, может быть, походная для пляжа. И здесь тоже 5 мотивов, 4 по бокам и 1 мотив снизу, как дно нашей сумки. И это дно может быть любым другим узором, не обязательно соблюдать вот этот вот. И здесь также может использоваться пряжа Янард Джинс, это хлопок акрил, шерсть акрил. А вообще для таких сумок выбирайте что-то с хлопком для более лучшей износостойкости формы сумки. И еще хлопок, он держит форму самого мотива, поэтому если в составе будет хлопок у вас в сумке, это тоже хорошо. Пойдем далее, мотивы увеличиваются, сумка увеличивается, но при этом остается строгость форм. Да, вот посмотрите, вот такая вот сумка в одноцветном варианте. Я имею в виду сами мотивы одним цветом и обвязка уже другим цветом соединяются в процессе провязания последнего ряда. Но что хорошо, здесь сделана верхушка одним черным цветом, ну и лямочки. Вот, и такая же сумка практически, но уже более яркая, более сочная. И вот здесь я тоже вижу пряжу наподобие шерсти акрил или хлопок акрил. Вот, может быть хлопок бамбук может быть здесь. В общем, что-то с хлопком, что-то такое более стабильное. А вот тоже примеры прямой формы, пожалуйста. Здесь тоже вариация бабушки на квадраты. Сначала круг, потом квадрат. Здесь вообще что-то цветочное, что-то такое девчачье, романтическое. Выпуклые цветы очень хорошо смотрятся, выпуклые швы хорошо смотрятся в сумке из мотивов. Вот, и также вот эти верхушки, которые объединяют, где в мотивах есть один общий цвет. В каждом мотиве и верхушка, она как бы задает тон всей сумки. Дальше есть вот такие интересные мотивы. Здесь уже раскладка я выбрала по вертикали, да, как бы в шахматном порядке. Вот так вот расположены, извините, не в вертикали, а в диагонали. В шахматном порядке расположены. Вот такую можно форму делать, да, тоже интересненькие мотивчики, такие цветочные, разноцветные. Есть общий цвет обвязки, который также уходит в лямки. И обратите внимание вот на такую сумку. Раскладка довольно-таки простая. И эти мотивы, единственная сумка, которая я нашла, где мотивы вяжутся не из центра, а просто вот такие вот квадратики. Это жаккард. Здесь кошачья тема такая. Ну, тоже очень весело и интересно смотрится. Она соединена, скорее всего, с изнанки, ручки. Вот я такую сумку вязала из простых мотивов, но эти мотивчики мне тоже показались более интересными. Дальше тоже соединено по диагонали. Это могут быть вот такие мотивы. И они могут быть в одном цвете, могут быть как вот сшиты вот в такой раскладке. То есть, я думаю, если вы посмотрите на саму фотографию, уже видно, какая раскладка здесь, да, что вот этот вот получается квадратик, он загнут пополам. Эти два здесь. Здесь, скорее всего, либо треугольник, либо вот такой мотив, и там два треугольника. То есть, порисовать, поразмыслить, да, как это связано, какой раскладкой можно. Также очень много раскладок для сумок есть в интернете в свободном доступе. Можете тоже поискать, ознакомиться. Какая вам больше сумки, кстати, нравится здесь в подборке? Однотонные или разноцветные? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Очень интересно, потому что я сама люблю цветные. Но при этом я обращаю внимание и на однотон. Иногда уместно и так, и так. Но какие вы больше любите, тоже напишите. Дальше сумки идут на усложнение. Вроде бы это тоже, да, квадратный мотивчик. Но при этом, такого ритикюльного типа, покупается фурнитура. Вот я вам говорила про дерево, да, с пряжей. Дерево смотрится очень классно. Скорее всего, и здесь, и здесь есть подклад в сумке вшитый. Вот, ну, здесь просто это ровная форма квадратов. Но благодаря вот этой закрепи, ручке, я, кстати, забыла, как называется. Если вы знаете, пожалуйста, тоже напишите в комментариях. А вот у этой ручки есть определенное название, которое вот так защелкивается, как в кошельках. Вот, не могу сейчас вспомнить, к сожалению. Если вы знаете, напишите. Я думаю, девочкам будет интересно, кто интересуется, может быть, захотят заказать себе такую фурнитуру. Это можно сделать по названию. Дальше я хочу показать вот этого ритикюльного типа. Ну, здесь уже, как бы, квадратные мотивы, шестиугольные мотивы. И здесь пряжа, знаете, шерсть с таким блеском, как будто бы это с каким-то нейлоном внутри. Это ниточка. А здесь пряжа больше, знаете, похожа на какой-то Янард джинс. Здесь, может быть, это стопроцентный акрил. Ну, я не советую вязать из чистой шерсти и чистого акрила. Пусть будет что-то там синтетическое, полиэстер, нейлон. Может быть, если вы любите вязать из натуральной пряжи, пусть будет хлопок в составе. Дальше интересные модели, когда они вяжутся из двух мотивов. И эти два мотива сохраняют эту форму самой сумки. Например, если вы выберете вот такой квадрат, он может быть разный вообще. Вот посмотрите, красивые есть выпуклые узоры. Один квадрат спереди, другой сзади. Все, между ними ничего больше нету. Никакой подложки, никаких стенок нету. То есть все сшито. И вот опять дерево, да. А есть еще вот такой вот шестиугольный мотив. Это из шнура связана сумка, полиэфирный шнур без сердечника. И вот такая фурнитура. И вот здесь уже, скорее всего, есть стенки. Я вижу, что они как будто бы тут подразумеваются между передом и спинкой. Он есть. И посмотрите, это квадрат, это шестиугольник. Также, посмотрите, такую же сумку можно и связать. И из треугольника. Это обычный треугольник. Плотный, связанный в раскол. То есть, понимаете, имитация, видите, спиц. Кожаная фурнитура. И это могут быть два круга, да, которые тоже соединены между собой. Оставлено расстояние, сшита молния. Например, да, вот здесь даже есть расстояние между двумя половинками сумки. И когда сумка связана из одного мотива, да, они могут быть, эти мотивы, разной формы. Да, спереди и сзади одинаковые. Но это может быть треугольник, круг, квадрат, шестиугольник. Вообще, что вам в голову взбредет, такой мотив и можно взять. Дальше хочу вам показать сумки из вот таких вот шестиугольников. И обратите внимание, я раньше думала, что всякие авоськи можно вязать, ну, сеткой, да, ну, по прямой. А ведь никто нам с вами не запрещает вязать авоськи именно вот формы какого-то ажурного мотива соединить между собой, и будет прекрасная авоська. Это шестиугольные мотивы соединены между собой вот таким вот швом, интересно. А это, получается, узор африканский цветок. У меня тоже на канале есть мастер-класс по этому узору. Вот здесь тоже вяжется по кругу донышко, потом соединяются вот эти мотивы между собой, и такая сумка-мешок, и она может быть абсолютно разного размера. Большая, маленькая, на руку или на плечо, вот тоже можете выбирать. Идем дальше, и на шестиугольниках мы обращаем внимание, что они также могут быть плотные и могут быть ажурные. И посмотрите, плотные, да, вот такие вот ручки интересные, мне понравились, тоже плотные. И здесь ручки связаны по спирали, по кругу, и, скорее всего, там внутри что-то есть вот в таких ручках. И здесь тоже, скорее всего. Вот, здесь плотное вязание, здесь шестиугольники, как бы вот этот вот цветочек вписан в такой квадрат из воздушных цепочек. Это все соединено между собой, и, конечно же, здесь есть подклад. Он тут есть, его видно. Это тоже, знаете, сумка-шоппер, сумка-авоська. Дальше тоже шестиугольные мотивы, и форма совершенно разная. Если вы вяжете что-то из мягкой пряжи, например, вот такую, да, типа Янар Джинс, можно использовать пряжу хлопок с акрилом. Вот, она мягонькая у вас будет, да, и тоже форма очень интересная. Из шестиугольников вообще очень интересные сумки выкладываются. А, например, вот эта сумка, да, которая вот на руках, я вижу, что здесь какой-то шнурок. И здесь она будет очень плотная. Знаете, почему? Потому что мотив вот этот вот связан из пышных столбиков, из буфов. И они очень плотные, очень объемные. И вот этот узорчик, скорее всего, здесь очень много пряжи на него ушло. И при этом объемные мотивы. И здесь, скорее всего, даже подклада не нужно, если вы не боитесь вот этих вот мелких дырочек. Вот, и такая прекрасная форма сумки мне тоже очень понравилась. Если у вас есть какое-то мнение насчет этих сумок, тоже, пожалуйста, поделитесь. Еще одна сумка из... Здесь уже я хотела вам показать, что можно комбинировать разные мотивы между собой. То есть, посмотрите, это круги, два круга по сути, да, вот они связаны. Но стенки это квадраты, соединены между собой в полосу. И эта полоска соединяет два круга. Вот здесь это очень хорошо видно. Скорее всего, вот здесь, как будто бы, знаете, есть каркас. А вот здесь-то видно, что его нету, да, каркаса. А здесь как будто бы есть, но не факт. Можно и просто взять слишком такую вот, типа, пряжу для макраме или джут, которая пряжа прям плотная стоит. Вот. И вот такая вот сумка может получиться. Дерево, обратите внимание, ручки. Здесь просто сплетены ручки. Аксессуарчик какой-то. И тоже цвет, да, вроде бы спокойная сумочка. А вот эти вот цвета разноцветные тоже придают и изюминку. И еще последняя сумка, которую я хочу показать, это сумки треугольной формы. Из треугольников тоже можно вязать. И это могут быть как простые, то есть, любой треугольники, да, любые треугольники, можно в полосу связать, любую полосу из них. Из треугольника можно сделать шестиугольник, вот, например, да, или круг, как я вам сейчас его покажу, следующая сумка. Вот, пожалуйста, вам пицца. Это все как бы круг, но в то же время он связан и с шестью, и с треугольников. А треугольники это бабушкин квадрат, да, вот эти пучки, как у бабушкиного квадрата. Вот, такие сумки тоже могут быть как в цветном варианте, так и в разноцветном, в однотонном варианте. Пробуйте, экспериментируйте, напишите, пожалуйста, какая больше всего вам сумка приглянулась. Вот, и может быть вы даже напишите, что вам вообще не понравилось. Мне тоже будет интересно, тоже интересно почитать, какая вас зацепила, а какая не очень. Вот, еще раз напоминаю, что все эти сумочки были собраны мной из открытых источников интернета. Я смотрела, скачивала, сохраняла для моего и вашего вдохновения. Пожалуйста, пользуйтесь этой подборкой и вяжите с удовольствием. Как я вам и обещала, рассказываю. Ссылку на каталог с подборкой вы можете скачать в моем телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. И я искренне верю, что вязание не только помогает создавать красивые вещи, но и привносит в нашу жизнь радость и умиротворение. Моя цель это вдохновить вас на творчество, показать, что вязание может быть простым и увлекательным занятием. И если хотя бы один человек получил пользу от этого видео и нашел вдохновение для новых вязальных проектов, значит я записала это видео не зря. Вяжите с удовольствием и делайте этот мир лучше своими руками. Ну а если вы хотите научиться вязать из мотивов не только сумки, но и одежду, то приходите ко мне на бесплатный эфир. Как научиться вязать красивую одежду из мотивов. Вам точно будет интересно и полезно. Вяжите с любовью и легких вам петелек.